Может быть, стал за ней бежать? Или... Боже! Какого хрена? С ней что-то капало, вы заметили? Это что, кровь? Эй, друзья, всем багагашечки, всем море приветов, Нептун здесь, и сегодня рубрика у нас Инди-ужастики. Совсем недавно в Стиме вышел вот такой вот любопытный проект. Инди-го-парк. Глава первая. Я так понимаю, что это очередной маскот-ужастик, да? Ну, где в качестве врагов будут какие-то ожившие маскоты. Такое сейчас популярное. Вообще ничего не зная про эту игрушку, я за ней не следил, и узнал я о ней только благодаря моим подписчикам, которые начали писать довольно часто в комментариях, Нептун, поиграй. Вот, собственно, и буду играть. Как я понял по описанию, тут какой-то был парк, радость всех детей, главным маскотом там вроде как был енот по имени Рамбли, и нам нужно узнать причину того, что он заброшен, причину его закрытия. О, кинсо, прикольно. Прям как в попе Плейтайм. Мы рады поприветствовать вас, всех, кто отправляется в этот новооткрытый рай. Индиго Парк предлагает вам частичку американской мечты, которую вы можете назвать своей собственной. В этом месте отголоски ушедших дней оживают, а новое поколение получает представление о захватывающем потенциале завтрашнего дня. Индиго Парк отдает дань уважения ценностям, мечтам и непоколебимым истинам, которые породили нашу великую нацию. Здесь вы отправитесь в путешествие всей своей жизни. Это место творчества, радости и фантазии. Не, ну реально же, как в попе Плейтайм, такая старая-старая запись. И такой же странный закрывшийся завод. Ну, тут уже парк. Хм, переписка, объясняющая сюжет. Если вкратце, то парень пишет своей подружке. Предлагает ей пойти в заброшенный парк, куда они ходили, когда были детьми. Она отказалась, потому что все ее приключения с этим парнем были какие-то, ну, отстойные. В общем, парень решил пойти один, разузнать, почему парк закрылся. Если все пройдет гладко, то на следующей неделе она составит ему компанию, поможет с записью и будет очень круто. Пока что парень идет туда один. Индиго Парк Глава первая. Птица одного полета. О, я наконец-то здесь. Ну да, перелез через забор, нарушил все правила. А месечка-то реально заброшенная и мрачноватая. Полнолуние. Звездное небо, наверное. За облаками не видно. Оу. Ну, конечно же, мне не рада. Заперта. О, игрушка. Посетите информационный киоск, чтобы узнать больше. А где это? Так, вижу еще одного зеленого. Привет, крокодильчик. Видимо, это что собирать? Не знаю, может быть для ачивки, может быть для чего-нибудь типа того. Уш. Ушми. Тачми. Здрасте, ау. Заброшенное литейшее место. Ну, блин. Заброшки-то прикольные в играх. Вау. Привет, добро пожаловать в Индига Парк. Самое инновационное, увлекательное, семейное развлечение в мире. Перенесись в мир любимых персонажей. Подожди. Вы наш первый гость за 2920 дней. Поздравляю. Я Рэмбли. Енот. Рэмбли. И моя работа заключается в том, чтобы твой опыт в Индига Парк был максимально приятным. Мы просто пройдем в центр регистрации. Вон там, налево. Где наш дружелюбный ассистент поможет вам начать приключения в парке. Подожди. Я первый гость за... 2000 там с чем-то дней. Обалдеть. Блин, классно. Окей. Это уже я это говорил, чувак. Дай он на тебя посмотреть. И говорит. Хм. Твоя эволюция нет в списке гостей. Ты здесь впервые? Или ты просто сделал пластическую операцию? Ха-ха-ха. И бойся. Сегодня вторник Рэмбли. Таким образом, ты получаешь право на большую скидку при посещении. И просто следуй за мной и главным воротам. Не могу дождаться, когда ты увидишь все, что может предложить тебе Индига Парк. Уж я как не могу дождаться, что мне он может предложить? Ну, не считая убийства и расчленения. Он меня, кстати, зафоткал. Короче, нужно найти Рэмбли. И он мне, типа, должен как-то помочь провести меня. А куда? Подожди. А, главные ворота. Так, и... Открывай. Странно, что это вообще как бы работает. Что такое? Ворота открыты. Заходи. Нет, они не открыты вообще-то. Ха-ха, подожди. Моя ошибка. Ворота не открыты. Похоже, что от блока питания ворот поступают сообщения об ошибке. Ну, счастливчик. Ты сможешь первым испытать нашу мини-катастрофу, включи генератор. Мини, короче, какую-то игру там. Веселись. А где? А куда? Куда мне топать? Может быть, что-то с этой стороны? А, вот он, дверь открыл мне, точно. О! Генератор Индиго Вайлетс. Похоже, он не работает. Похоже, что в нем не хватает одной детали. Сможешь найти ее? Шестеренки не хватает, я понял. Привет. Мягкая игрушка. Короче, ищем шестеренку и потом нажимаем на рубильник. А вот и она. Та-рам-пам-па-ра-пам. Есть. Опа. Все, там вроде двери потихонечку открываются. И нот прикольный. Ну, типа, он угорает, комментирует все. Но я так понимаю, что это программа. Но иногда он как будто бы ведет себя, как будто бы он настоящий и живой. Па-ра-па-па-ра-пам. А вдруг реально он обрел сознание, как вы думаете? Может, поэтому его и закрыли? Вообще, я удивлен, что здесь все работает, потому что парк заброшен много лет. Окей. Добро пожаловать в Индига-парк. Спасибо. Я, наконец-то, здесь. То есть, две тысячи там с чем-то дней. Ну, то есть, это реально, это года... Три-четыре он, как минимум, точно заброшен. Возможно, даже лет пять. Как тут вообще работают механизмы? Это, конечно, все очень странно. О! Это игрушки, видимо, которые я нашел. Они будут собираться здесь. Ну, если верить свободным местам, наверное, еще три штуки. Где-то можно найти. Есть еще здесь, нельзя пройти. А здесь лобочки, скамеечки. О, птичка. Значит, есть Лёва. Есть две двери. Но они не работают. О, глупые рамли. Каждому гостю нужен клитор каф. Это позволит вам получить доступ к зонам. Плату в номере в замате. Вносить что-то с животными. Заходить туда, я вас подготовлю. Короче, он мне, видимо, даст что-то. Ух ты. Это что? Не знаю. Оу. Я хочу такую футболку. И такие джинсы. И все хочу. Блин, брелочки, смотрите. Балдюш. Видимо, не все игрушки можно подбирать. А, вот он ты, приятель. Одно способом действия с парком, который также является шагометром, пульсометром, кольцом настроения и вообще всем-всем-всем. Соглашения данных, раскрытия данных прилагаются. Ага, понял. Это что? Это вот эта вот хрень? Ага. Ну хрена. Показывает мне, куда топать. Как его чекать? На какую кнопку? В понятии. О, дверь. Дверь загадочным образом пропала. Почему бы тебе не испытать свое что-то там... Что-то, короче, испытать. А какой... Чего испытать? Подождите, я не успел прочитать. Там какие-то забавные ушки. Посмотрите, есть шляпки-ушки. А, вот сюда? А, вот оно как работает. Понятно, понятно. Крутая работа, приятель. Но теперь попробую зайти в парк. Мы сможем начать наше приключение. Ну давай. Веди меня. Все? Что за мужичок? Почему у меня такое ощущение, что он на меня смотрит? Это очень странная статуя. Хватит на меня смотреть. Посмотри лучше на енота. Может, что полезного найдем. Фу. Такое ощущение, что здесь бомжи отдыхали, да? Еда! Нет? Где е... Я хочу еду. Не дают мне еду. Ладно, побежали внутрь. У-у-у-у, мрачно. Это еще и загрузка. Круто. Да ладно. Как? Откуда? Почему это все завалило? И наш герой абсолютно бесстрашный. Посмотрите. Он даже ни глазом не моргнул. Так, Реструм. Зайдем, посмотрим. Ну, конечно же. Я какой-то там извращенец, что ли. Конечно, я пойду в мужской кабинет уединения. Ляу. Ну, отражение не завезли, как обычно. Кто-нибудь есть? Кто-нибудь есть? Кто-нибудь какает? Кто-нибудь серит? Ау-у-у. Девчонки. Кто-нибудь серит или нет? О-у-у-у. Ух ты. М-м-м. Видите, не зря зашел. Так что никаких ко мне претензий. Хе-хе-хе-хе. Да, народ, я перевожу на ходу, поэтому могу где-нибудь неправильно что-то перевести или там пропустить что-то, подтупить где-то. Так что вы этот... О-у. Прости за наш... За все это, приятель. Похоже, в парке идет ремонт. Ага. Из-за причиненной неудобства твоя скидочка будет во вторник бесплатно, что-то проценты. Почему бы не отпраздновать эту замечательную сделку поездкой по моей железной дороге? Чтобы проверить все твои навыки сыщика, я позволю тебе найти все это дело самостоятельно. Спасибо. Мне будут скидки. Обалдеть. То есть он думает, что парк реально работает. Нахрена мне скидки? Рамбли! Вот нет ни одной живой души, и меня, возможно, могут убить. Но зато у меня будет скидочка. Вон, я вижу там поезд. Но я туда не могу пройти. Наш герой не может прыгать. К сожалению. Точнее, он... По твоему лицу, ты немного старше, чем целевая аудитория этого аттракциона. Аттракционы. Вот один из моих любимых. Знаешь, почему Рамбли любит железную дорогу? Потому что я люблю поезда. Странно. Как бы... Вы заметили, там были крылья, как будто перья какие-то. А еще у меня сейчас закралось подозрение, что кто-то специально его включает и как бы говорит ему, что говорить. Чтобы он говорил, типа, со мной якобы. Какой-то странный енот. Отметить сделку нужно найти железную дорогу. А еще мне дали процентные скидочки. Класс. И об этом я всегда мечтал. Скидочки получить. Поехали. Я нашел железную дорогу, видите? Я большой мальчик. О, привет. Добро пожаловать в Рамбли. Железную дорогу. Я твой проводник Рамбли. Окей. Тут что-то типа Дикий Запад был, да? Класс. О, посмотри. Это Молли Макао. Где? А, вон наверху. Величайший пилот, которого мы когда-либо видели. Это точно Молли. На этой неделе ты врезала всего шесть... В шесть сараев. Хе-хе-хе. Я не разбиваюсь, Рамбли. Ха-ха. Что такое... Браншторминг? Это крушение в стиле, типа. Короче, в каком-то стиле особое крушение. Эти молодые искатели приключений, которых мы взяли с собой, выглядят как отличные пилоты. О, почему бы вам не попробовать себя в роли пилота на моем аттракционе гонки на крыш? Класс. Ну типа, она думает, что у нас тут много детей. На самом деле я один еду, и все заброшено. О, наконец-то! Выходи, поприветствую людей. Привет, Рамбли. Привет, Рамбли. О, ну что такое длинное лицо? И грустное. Ты знаешь, мне уже сто лет, Рамбли. Я всегда длинный. Потому что я всегда жду новую морскую раковину для своей коллекции. О, Финли. О, Финли. Ты должен выйти из своей раковины. А, как насчет тебя? Насчет того, чтобы... Куда-то, короче, тебе там поехать, зайти, куда-то зайти. Я не успеваю переводить. Начиная. Рассказать о чудесах, скрытых под глубинным морем. Надеюсь, ты посетишь, короче, что-то. Что-то океанское. Что-то морское. Посетите, все будет хорошо. Так, нужно как-то вернуть поезд в движение. Я вот вижу какой-то провод. О, здрасте. Эй, откройте мне двери. Нужно идти по проводу, и мы... О, птичка. Боже. Птичка. Это пилот, я так понимаю. Она типа пилот. Она самолете. Что самое забавное... Я вижу шестеренку. Она же птица. Зачем ей вообще самолеты? Она может летать сам по себе. Нужно, видимо, еще одну шестеренку. А, вот она. Собственно, все здесь. Дарем-пам-пам. Сейчас заработает. А ну, а дай роковину. Возможно, что-то где-то неправильно перевожу. Ну что, сорянчик. Как мне переводчик дает инфу? А кто за мной двери запирает? Странно, я не запирал. Ау-у-у. Если что. Поехали дальше. То есть я стараюсь переводить где-то сам, но в основном это переводчик работает. Эй, Ллойд. Не позорь меня этим обычным народным именем. Я прауд. Профессионал. Типа суперкрутой лев. Я актер, к тому же. Круто, Ллойд. Ладно, он нас приветствует. Показывает нам всех, видимо, маскотов здесь. Сначала была эта птичка, которая пилот в шапке, в ушанке. Потом был какой-то змей морской, который живет в пещере, собирает ракушки. Потом был лев. Вот он, да? Я никого не пропустил. Ну-ка, давай. Работай. Броссет работает. Ну, и что думаешь? Это довольно весело, правда? Теперь ты знаешь о моих друзьях. И куда хочешь пойти? А, я могу выбирать. У-у-у. Сколько мерча. Странно, что парк заброшен, ну, сколько? Ну, лет пять, да, например. И при этом, смотрите, никто ничего не похитил. Никто ничего не распродал. Никто ничего не своровал. Я думал, что какие-нибудь вандалисты бы уже все почистили. Но нет. Все на своих местах. Мне все это дело немножко напоминает, собственно, Security Bridge, да? Руины. Помните, когда мы пришли, там уже все было разбито и пошарпанно, и все такое устаревшее. Часы, конечно, весьма странно себя ведут. Это же Биг Бен. Типа маленький Лондон. Хм. Так, ну куда пойдем, друзья? У нас есть, я так понимаю, театр Ллойда. Это Лев. Там что-то еще и еще есть. Ну, я не знаю. Театр вроде ближе всех. Погнали в театр. В смысле? Мне сказали, выбирай. Ладно. Меня не пускают. А я хотел посмотреть на спектакль, на шоу. А в бассейн-то нырнуть можно? Да черт возьми, в бассейн нельзя нырнуть. Да вы что, собаки? Наруто Узумаки сидит дома на хате, ломается печати. Но не пускает меня в театр. Вот же гады. Эй, приятель. Иди сюда. Так, тихо, тихо, тихо. Это кто меня звал? Тут что-то завалено, смотрите. А. Не, ну по идее, можно пройти, кстати. Так, кто меня позвал? Откуда отсюда? Ты? Это информационный киоск. Если хочешь спросить меня о чем-нибудь в парке, просто загляни сюда, и я... Короче, тебе расскажу об этом. Допустим. А, это все, что я находил. Ллойд, плюшевые маскоты. Ну и коробка, фигурка. Видимо, коллекционная, да? И это все, что нужно найти здесь. Ну, это все фигурки маскотов, тут даже какая-то клубничка. Но видно по очертаниям, что она какая-то пиксельная. Возможно, мини-игра. И какая-то статуэтка типа кубка, наверное, есть тоже. Короче, вот это все нужно искать. Прекраткое описание о каждом. Кому интересно, можете почитать. Так, бэк. Классно. Собственно, туда можно зайти. Ну, в принципе, это и есть одно и то же здание. Ау. На самом деле, атмосфера прикольная здесь такая. Знаете, вот чем-то напоминает мне именно security bridge руины, но... Но как бы на открытом воздухе. Нашел еще одну плюшевую игрушку. Но нету вкусняшки. Я бы отведал бургер. Хе-хе-хе. Какой-нибудь. Так, ну что. Идем дальше. Возможно, это наш ориентир. Часы ведут себя крайне странно. Магазин фоток... А, не работает. О, посмотри. На перекрестке джет-стрим. О, похоже, джет-стрим. Что-то там. Ммм. Слушай, безопасность, театр. Может быть, дружелюбный рейнджер поможет нам войти. Найти, короче, ключ. А ключа у меня нет. Какой там рейнджер или кто? О чем там говорилось? Короче, мне нужно, я так понимаю, Ллойда идти к Ллойду. А Ллойд это театр. Че, ты хочешь сказать, что теперь театр заработал? Ага, серьезно? То есть теперь театр заработал? Эм, ладно. Ладно. Разработчиками виднее. Ух ты, какой он огромный, красивый. О, он дрыхнет, что ли? Это же аниматроник, да, робот? Он же ничего плохого мне не сделает. Ой. А че это он убежал? А разве он не должен быть на какой-нибудь там, на подставочке, например, или что-то еще? Почему этот гребаный маскот-аниматроник ведет себя, как живой лев? Он же дружелюбный. Он же... Он же... Поет песни. Эй, приятель, у меня глаза по всему парку, но я ничего не вижу за сценой. Если собираешься туда, ты будь осторожен. Твой... Критеркав пока не может... Тебя реанимировать. Ага. Если я сдохну, то меня... Мой этот... Напульсник меня не воскресит. Печально. Слушайте, мне кажется, что он реально как будто живой. Алтёш. Тига. Наш герой еще профессионально играет на фортепиано. Видимо, музыкалку заканчивал, да? Ну, я не знаю, стоит ли задерживаться. Но играет он неплохо. Должен признать. У меня у самого за плечами два или три года игры на фортепиано в детстве. Так что я примерно знаю, как это непросто. Перепам-пам-пам-пам. Ллойд. 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 Мне нужен ключ. Что был за звук? Ну, понятно, что это похоже на шаги. Он явно меня поджидает здесь. Эй, Ллойд. У тебя, случайно, нет ключей. Я бы не отказался. Нам нужно двери открыть. И добрый енот сказал, что... Это можно взять? Енот сказал, что, типа, можно у тебя найти ключи. Дай мне, пожалуйста, ключи. Я же немного прошу. Или много? Ой, ты кто? Ага. Какая-то бронзовая статуя поющего, не знаю... Льва? Ллойда? Боже! Черт подери! Я... Чудачка, ну... Я же подпрыгнул. Я думал, что неужели так сразу просто нападет на меня, попытается меня убить? Так, что с ним не так? По-моему, он как будто бы изменился, да? Авторы парка же не могли сделать такого опасного и почти живого аниматроника. Какого хрена он ведет себя, как настоящий лев? И совершенно не... Типа... Он не поет. Если что... Травка! Мой кот, кстати, любит заживать травку. По-моему, я нашел то, что мне нужно. Ключи. Балдюш! Слушайте, если бы не тот ящик... Слышите звук? Я тоже слышу. По-моему, это... Это дерьмо. По-моему, сейчас произойдет какое-то дерьмо. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. А у тебя оружие есть? Хоть что-то! Так, тихо. По-моему, он начинает патрулировать. О, я могу прыгать. Ну, замурчательно же. Как прыгать? Я могу залезть на эти ящики, но не дальше. Боже! Черт! Подожди, он где ходит-то? Короче, побежали. Слышанный лев. Эй, Лёва! Я просто не знаю, это скрипт. Ну, то есть, он заскриптован? Или он реально может там бегать, патрулировать и меня убивать? Я слышу этот рык. Так, какая огромная игрушка. Можно ее взять? Так, а где тут заход? Вот здесь. Ну, Лёва нету. Это хорошо. Побежали. Он же не выпрыгнет. Это что такое? А, это... Открывать дверь. Эй! Нет! Что я сделал? А, он испугался звука! Он меня запищал, короче... В этот мой вот этот вот браслетик. И он спугнулся, бежал. Обалдеть! И что и как? О, спасибо. Птица! Я тебя видел, птица! Да что я им такого сделал? Почему они начали... Ха-ха-ха. Жесть какая. Почему они начали за мной охоту? Я думаю, что нашему герою давно пора сваливать от всего. Ну, типа... Все, мы поняли. Мы поняли, что... Почему этот парк закрылся? Маскоты сбриндели. Они стали вести себя как страшные монстры, причем живые. И, возможно, были жертвы. И поэтому парк закрылся. Все. Я думаю, что пора уходить. Это очевидно. Прощай, Лоид. Было весело. Жалко, я не посмотрел на твои пляски и танцы. Так. Отворяем ворота. И... Балдеж! Идем дальше. Джет... Стрим... Джан... Джанкшн. Боже. О, скажи. Почему бы тебе не заглянуть? Гонки на крыше, Молли, а? Это недалеко отсюда. Это отличная разминка перед большим... Большими аттракционами. Просто возьми что-то там, короче, и... Иди. Возьми и иди. Хорошо, сейчас будет... Странно, что один мигает. Почему ты мигаешь? Остальные не мигают. Может, тут какой-то секрет? Короче, до этого был лев. Теперь, видимо, та самая птичка. Которая... Пилот. И мы, возможно, будем летать. Я бы на месте героя сел в самолет, да и улетел. Куда-нибудь домой. И своей подружке сказал, чтобы она вообще сюда больше не ногой. Никогда в жизни не приходила. Вау! Круто! Гараж. Нет, ну это реально круто. Немножко напоминает, знаете, огромную статую Хаги-Ваги. Помните? В первой части, ну, в самом первом эпизоде. В самом начале. Landing Paths. Что-то вот мне, короче, нужно что-то взять. Где-то взять. Давайте посмотрим. Осмотримся здесь. Хорошенечко. Может, еще заодно какую-нибудь игрушку найдем? Это что? О, играть? Можно играть! Балдеж! О, Молли, что-то там. Соболёт разбился. Бла-бла-бла. Нужно её найти. Короче, удостовериться, что с ней всё хорошо. А, вот. Вот, видимо, одна из наград, да? Блин. Блин, это классно. Разработчик сделал мини-игрушку. Блин, это круто. И графика прикольная. Собирать малинку. Малинки, малинки. Что-то там, там вечеринки. Ах, ты собака. Собака упала. Е-е-е. Я понял. Можно второй... Давай на прыжок делать. Это иногда очень выгодно. Там белки, у них любовь, посмотрите. Эй, белки, отдайте мне сергешка. У меня тоже любви не хватает. Почему все друг друга любят, кроме меня? Почему у меня нету любви? Я шучу. Я говорю за енота, за этого. Так, подожди, тихо. Главное не упасть. Ещё одно дупло. Дуплище. А, оно типа выстреливает мною. А вот оно. А вот оно, Молли. Молли, что случилось? О-о-о. Эй, Рамбли. Я типа летела среди деревьев и немножечко того самого. И что-то увидела. Оба-на. Салем? Выглядит как мой что-то там... Салем! Я... Должно догадаться, что это ты. Ха, нах. Нах, иди нах. Хе-хе-хе. Я попробую моё новое зелье. Я устал. Молли, осторожно. А-а-а. Он какой-то зелено шуваранул. Нельзя же так делать. Бедная Молли. Тишка медленная. Вы тупые ублюдки. Хе-хе-хе. Что ты с ней сделал? Мы новую Молли сейчас увидим. Она типа стала другой. А теперь... Нет никакой дружбы. Ваша дружба это говно собачье. Я надеюсь, что... Она теперь реально... Думает о тебе? Нет. Она думает, чтобы тебя убить. Короче, он её проботил. Сделал из неё злу. Злую. А что мне делать? Подождите. Мне нужно её убить? Ага. Нужно по ней, короче, прыгать. По её голове, да? Как в Сонике. Или Марио. Давай. Бумс. Бумс. Я убил Молли. Или не убил? Что это? У-а-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! А-а-а! Какого лешего? Что это было? игра взбесилась это бак какой-то смотреть лендинг патс он короче забаговался сейчас почему-то диалог был который был ночь раньше да да вот награда за полное прихождение до мини игры были в эту круто разработчик заморочился сделать у меня игрушку прикольную там и графика интересная была и такая ссылочки видимо на всякие марио или sonic вот кстати вот эту статуэтку по мне нужно где-то найти но не здесь меня не пускают вот одну из этих статуэток ведь фиолетовых по моему такую фишку мне тоже можно найти в качестве приза так можно пойти на второй этаж а можно зайти в гараж молли может быть мы что-нибудь найдем эй молли беконовый бургер о хот-дог гараж молли это типа ну прикольно сделан да чисто визуально типа якобы гараж и все такое железное все такое вот как вот в гараже но при этом это кафешкой так что наверху ау а наверху нихрена и нет может по столу побегать да я король танцпола мама 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 пола ruftop race вот они гонки там на крыше да возможно мы сейчас поучаствуем есть повезет так сюда можно еще выше ау а это тип второй этаж и тут типа что то есть это же а я помню эту овечку или дневничка то пудель какой-то ждите это же отсылочка на фнаф пародия если не ошибаюсь помните я блин забыл название мышь прямо тоже вспомню поставлю картинку блатка фнаф пародия приходил там было три серии было и вот визуально это игрушка очень напоминает туфли в пародию а что на крыше о нет это ужасно можем молли врезалась в гору и не волнуйся у твоего приятеля рамбли есть что-то там а телефон чтобы позвонить на помощь я понял обращен такую портой а мы звоните набраны вами номер отключены больше не обслуживается пожалуйста проверьте номер наберите его снова скажи почему тебе не заглянуть в посадочную площадку молли а совсем недалеко отсюда это отличный способ охладиться после глобокружительной поездки просто возьми что-то там да вниз пойди и молли короче рэй короче там где была закрыта видимо сейчас снизу будет открытая это здесь а ну вот теперь наверно будет работать нифига там врезалась говорит в гору или куда-то в дерево там все раскурёчены молли лендинг патт смотрите как все розовые блестящие желтые разноцветные и можно кубики вращать милла ну то есть шарики 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 можно вращать кубики нахрена как нужно что-то правильное навращать понять бы что именно нужно вращаться давайте залезем наверх возможно найдем подсказочку болезнь такая блестящая все такое зарезиненное вижу звезду вижу на стене можете там подсказочка нужно съехать ну я съехал где подсказки она быстро мне подсказки дали моментально звезда есть тут и звезда вот звезда розовая народ о я угадал что-то свет пропал очень очень неприятно так лады розовую звезду мы наделали погнали полазим по трубам так это молли хрена на здоровье молли не надо а я могу за ней прям бежать а могу сюда или не могу может стал за ней бежать или же какого хрена не что-то капало вы заметили это чё кровь это опасная молли но по моему она меня боится больше чем я ее да все такое натянутая зарезиненное смотрите все такое блестящее классно прыгать или не прыгать джеронима давайте прыгать что где где я там бежать прямо или сюда получилось подожди собака стуленькая даже не знал что там наверху есть труба значит туда идти смысла нет то есть мы просто поднимаемся вот так наверху и прыгаем обратно поэтому давайте за эти птички побежим ну как мы ее уже встречали ты еще раз ну ладно пофигу о красная звездочка красная звездочка на запомните подождите оу прикольнее разная звездочка надо запоминать потому что возможно это подсказка как правильно повернуть кубики до красная звезда все я летом и звезда красная звезда но это начальная лока мы туда идти не будем мало ли упадем много сломаем у красная звезда треугольник зеленый балдеж истинный бесповоротный бомбус бомбус да грибус делает на дело нормальный бунс бунс во круто блин сделано с очень прикольно кстати так синяя звездочка красная звезда зеленый треугольник синяя звездочка на запомнить на запомнить запомнить вау а тебя не хочу запоминать тебя не хочу запоминать по птице даже могла меня тысячу раз уже убить здесь че и надо вот че и надо может она может и скучно может на самом деле она не злая а просто хочет немножечко поиграть я видела дед что-то пропустил ладно пофигу там этом подбора сделано красная звезда у нас была зеленый треугольник и так синяя звезда была ну а здесь методом исключения что угодно может быть может звезда тоже или квадратик например квартира не было еще или кружочек о кружочек да это истинный бесповоротный балдеж а где-то он был скорее всего просто проморгал ну так обычно друзья у меня есть проблема с внимательностью я тысячу раз об этом говорил в играх в своих прихождениях это правда но проблема даже не сколько внимательностью сколько знаете когда вот ты бежишь пытаешься что-то комментировать осмысленно реагировать ты иногда боишься пугаешься и вот как то знаете ну внимательность она частично рассеивается в такие моменты это не то же самое что играть молча вдумчиво самостоятельно ну потому что вы поняли меняемая мысль так чик что сделал что я чикнул не знаю побежали так тикс странная дверь почему мне кажется окажется что там кто то есть она ой 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 я понял у этой пташки король иди отсюда так как не жри меня она меня жрет на выклевывает мои внутренности кишки мои кишочки не трогай мои кишочки молли я убит был убит молли а чё такая жесткая почему она выглядит вот так внешне что все-таки здесь произошло в этом парке мне самому любопытно вот серьезно это же маскоты обычные почему они вот именно так себя ведут почему они преобразились это же явно как будто бы не роботы они как настоящие там уже не постоянно течет кровь из клювы ты же есть так давайте главное вовремя смотреть откуда наползет ай она куса кусь 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 будет не а я же обычно не порвет жопу о балдеж она тупая птица она она все на она она потерялась по любому сюда вот по-любому да тупая птица она думала что я полезу в трубу а жопу не угадала нифига пусть нюхает бебру а мы не будем а подожди то надеюсь там не нужно было прыгать что не допрыгнул с другой стороны приходит отлично мягкая до мягкие полы мягкие стены я по крайней мере себе не ломая ноги сейчас бы лежал мне бы кости впились в мою плоть я бы перевал все ноги до себе и кричал больно твою мать вы узнали что произошло на меня прыгнул код нет в реальности плюха уйти чат я обосрался просто добежим от момента вау вташка пожалуйста не трогай меня я вел себя хорошо я был хорошим мальчиком птичка птичка хватит яичка хватит яичка а вот эти приятели чего чего кинуть не до тебя только для персонала где где новые сотрудники где ты не мой сотрудник ты не новый сотрудник обалдеть ооо охренеть добро пожаловать в рамбле чё то там здесь у нас много удобств и окей 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 я вижу по твоему лицу что ты напуган и обескуражен и золо расстроен прозрачность важная часть нашей политики компанию индиго парке но нужно быть честным что-то не работает много лет парк сотрудники перестали появляться гости тоже а маскоты они я так рад видеть гостей хочу быть уверен что ты получишь самые лучшие впечатления но я прикованный к входу долго я не понимал насколько сильно парк пришел в упадок как он пал я трачу все наше время на развлечения извини за неудобства но у меня есть идея доступ к документации по ремонту моей базе данных я просто не могу выполнять большинство задач без авторизации стороны пользователя и мог бы наверно пришел сюда потому что парк для тебя важен да могут и помочь мне восстановить парк я вижу по твоим данным слежение за лицом что ты не против этого я так взволнован давайте вернем это место в бизнес то есть вернем и оживим парк какой забавный енот то есть он считывает мои данные с лица и видеть что я как бы не против лолки чебурек зашибись итак добро пожаловать команду во первых во первых официальная работа в качестве одного из ранглеров рамбли это выброс из комнаты рамблеров рамбли направляйся налево комнате охрана новичка рейнджера ухты а как-то утомительно говорить все это но рамбли рел является зарегистрированной товарной маркой бла-бла-бла и срок действия которого истек вчера половина из того что он болтает он видимо болтать обязан по договору теперь самое лучшее место бла-бла-бла понятно окей вижу там что-то это не то что мне нужно ну и ладно вот ранглер с он ли мне сюда а что дальше в комнату рамблеров рамбли могут попасть только королевские ранглеры может быть однажды ты вырастешь достаточно большим и сильным чтобы в него войти но пока что не стоит чувак ты серьезно ты хочешь тебе помог тебе восстановить парк я даже не против по идее о нашел кого-то так вот я я не против но ты мог бы не показать свои секреты все открыть собака сатуленькая енот были но это круто и енот прикольный реально реально комната охраны можно поклацать так ну кто-то ведь за мной следит и кто такой енот очевидно что енот это ну он у него есть сознание он живой но пока что он только в виде видимо программ или голограмм или что-то типа того но возможно он не часть этих злых маскотов он только что признал что да за последнее время парк пришел в упадок это мягко сказано в упадок ну афигеть вы заметили что у птицы была кровь и тропили голову она была реально живая у нее кровь это точно не аниматроник то есть они стали живыми но кто это сделал почему все произошло пока что вопросов очень много оу я почти все нашел на что-то пропустил у что-то морское пожаловаться в океан одессе это лично справляющийся новичок ренглер да не за что сейчас короче к этому змея будем в это понимаете да морских что-то там свиней окуней что там еще не хватает глаз не касайтесь что-то там никогда не знаешь что скрывается под поверхностью короче ничего не трогать ничего не не брать не обнимать эй приятель ты как ты в порядке ты выглядишь немножко уставшим может тебе нужна минутка не волнуйся все в порядке я не виню тебя за то что ты решил отдохнуть после всего этого черт возьми я бы сам не отказался от приятной расслабляющей диафрагментации но прежде чем ты успокоишься и расслабишься не хочешь ли поучаствовать в небольшом опросе чтобы помочь нам улучшить парк это песенка давайте послушаем блин классно классно я сижу короче мотая головы блин песника классная я короче так понял что это все первая глава закончена мы грохнули птичку будем ждать следующие главы причем эта глава с абсолютно бесплатная обалдеть они сделали это понял они сделали реверанс в сторону попе playtime сделали также то есть попе playtime было ведь первая глава бесплатная потом уже они были платными это хитро но сделано все очень круто типа пока что это на голову на тысячу голов лучше и визуальные по озвучке да по персонажам по всему это лучше чем даже бамбан бамбан на самом деле к халтурный очень проект а здесь все очень круто это вот достойная альтернатива попе playtime мне реально интересно узнать что будет дальше я буду ждать второго эпизода альтернатива 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 улоги боро, мастернатива Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Окей, мне нужно идти. Увидимся в следующий раз, приятель. Пожалуйста. Ну, типа, возвращайся к нам, да? Во вторую главу. Ну вот, собственно, так. Вторая глава по-любому выйдет платная. Ну, как пить дать? Ну, на самом деле, не жалко потратить денежку, чтобы поддержать разработчиков, потому что они сделали такой интересный проект. Причем, взгрели народ и аудиторию совершенно бесплатно. Это был огромный труд, сделать такой проект, вот этот первый эпизод, и дать его людям попробовать бесплатно. Ну, типа, это круто. В общем, будем ждать. Большое, друзья, спасибо за внимание. Спасибо, что мне написали и сказали об этом проекте. Я с радостью поиграл, и мне было очень приятно, очень круто. И надеюсь, вам понравилось мое прохождение. Не забывайте про мой Телеграм-канал, про мою группу ВКонтакте, про мой Дзен, про мои Бусти. Везде подписывайтесь, буду очень рад. Каналу очень нужна ваша поддержка. Всем желаю крепкого здоровья и позитивчика. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok